Идущий на профит, приветствую тебя! Привет, друзья, дамы и господа, рад вас их видеть. Лайки, подписчики, колокольчики, нажимаем, нажимаем, прожимаем, начинаем. Сегодня 26 марта, давайте смотреть, что у нас по биткоину и криптовалютам. Глобальную картину я разложил в предыдущем обзоре, сейчас поговорим более локально. Локально у нас вроде как зажим сформируется, так как лоя тут нету, ну то есть не поставлен лой, поэтому раз касание, два касания, и все это можно сосчитать за одно касание, если бы не точка контроля, но если точку контроля считать сейчас, то по сути у нас уже должен быть пробой. Но из-за того, что у нас по логе хай здесь, то есть вот это вот, я бы за кульминацию и провокацию особо-то и не считал, я бы, конечно, подумал. Вот на эфире все более четче, так скажем, лично мне кажется. И тут, опять же, по логе хай, если по логе хай с первой коррекции, 0 ставим сюда, ну или можно вообще прям в хай поставить, и попробовать прогнозировать цену 0, минус 0,25, то есть 1900. А 1900 отбой и приходит в зону 1600. Наверное, что-то такое я буду ждать от начала следующей недели, потому что здесь лой не поставили, а значит, что можно засчитать, что раз касание, два касания, и все это вот это вот третье касание. По идее, вот что-то такое бы увидеть в начале недели. Опять же, среднесрочно, это вот локально, опять же, среднесрочно, правильно в комментариях заметили, что вышел еще один новый отчет от 21 числа, лонги тут продолжают преобладать, 950 против 160 у управляющих по F EtherCash, это эфир, также соотношение 15 к 1 это микробиток, и 79 к 70 по микроэфиру, то есть если вот по микроэфиру в паритете, по битку и просто эфиру, пока что все в лонгах, это может, конечно, быстро очень измениться, за один день они уберут все контракты, но тем не менее, пока что они смотрят на это достаточно оптимистично управляющие, поэтому ссать против ветра не нужно, медвежьих этих подтверждений пока нету на глобальной информации, поэтому отчеты вот локально имеет смысл присматривать. Вот, что еще? В комментариях правильно заметили, что неправильно смотрю агрегат М1, то есть я смотрел агрегат М1, а говорил, что М2, а на самом деле нужно М2 смотреть. И тут, ну, немножко все-таки с 21 триллион 21.2 накачали на 21.26, но тоже не совсем много. Опять же, что более правильно смотреть к золоту от соотношения Федерального резерва к золоту, смотреть тут, ну, просто отвесное падение. Или все-таки М2 смотреть. Я предполагаю, что лучше посматривать и то, и то. Так, чуть-чуть не уронил. Пока что идет снижение ликвидности, но по сути вот это то, сколько денег вкачали в систему, и сейчас пытаются как-то это все дело охлаждать. Вот. Биток прайс – это попадание денег, якобы включение печатного станка, свопление открыли и так далее, но на М2, ну, пока что ничего не видно. Во-первых, надо посмотреть, как этот месяц закроется. Минимальный отскок все-таки есть, потому что вчера я говорил, что нету даже минимального отскока на М2, все-таки в М2 попали деньги. М1, чем отличается от М2? М2 считает еще и юридические лица, а М1 только денежная масса и физические лица довостребуют, ну, то есть дебетовые карточки. И по сути получается действительно, что Юриком-то чуть-чуть и отсыпали, и сделали маленькую инъекцию. Вот. Хотя на… Блин, баланс. Ну, ладно, короче, потом это обсудим. Долгая тема. Спасибо за обзор. Можешь повторить, пожалуйста, на какой бирже можно взять лонгшорт, не беря стейблы, битмэкс, и там можно прийти с битком или надо через USD. Короче, на любой бирже, где есть торговля к токену, то есть к битку, то есть в залог ты оставляешь не USD, не USD, а именно биток. Можно делать синтетический стейблкоин. Он делается так, просто покупаешь… Не покупаешь… Короче, шартишь рынок с первым плечом. Все, у тебя по сути прирост идет в битках. То есть каждый раз, когда цена падает, у тебя прибавляется биткоинов на величину твоих долларов, которые ты за шорт зарабатываешь. Короче, ты, по сути, прибыль фиксируешь не в долларах, а в биткоинах. И чем больше биткоин упадет, тем больше биткоин в тебя будет. По сути, один к одному синтетический стейбл. Ну, надо быть осторожнее, надо смотреть на фандинг бирж, потому что везде фандинг разный. Выгода не выгодна. На битме исторически выгодна. На бинансе, ну, в последнее время выгодно, а так не всегда. Так, был Резапорнос 25 марта. Артем, привет. Можешь прокомментировать ситуацию на бестамп. На паре биткоины USD, когда биткоина резкая палка, сходил в район 29,380. Других биржах такого нет. Это скоростно-срочная цель. Да, слушай, сложно сказать. Я люблю, когда уровни, как вот на BNB, на бинансе... Так, нет, сейчас скажу точно. Когда на бинансе USD, биржи США, кто-то очень сильно давит по рынку или продает, или покупает. На некоторых биржах, как Bitfinex, по-моему, тоже такие темы были. Где-то еще были темы, к ценам, которые мы приходили. Вот. Поэтому это уровни, от которых... Которые... На котором интересно наблюдать, так скажем. На бестампе, ну, в принципе, тоже реально. Но тут такой маленький сквиз, это просто биржевой сквиз, так скажем. Какую-то информацию, но он слишком... Слишком, мне кажется, незначительным. Уровень не тот. Так, благодарю. Майс полезен тем, кто взял кредит, чтобы шортить биток на фьючах. А кто взял кредит? На следующей неделе 32к. М2, по сути, не должны расти. Деньги банкам дают, ведь не в долг. А меняют на бонды с баланса банков, с обратным выкупом в будущее. Но опять же, смотри, банкам не дают в долг. Откуда деньги тогда появляются, чтобы... То есть, не дают в долг, а меняют на бонды. Деньги меняют на бонды, на облигации. А по сути, а как они меняют на бонды, откуда эти деньги берутся? Деньги, можно сказать, напечатали. Но на М2, видишь, как-то не очень сильно отразилось. Но это капля в море. То есть, 21,2 и 21,26. 0,6 триллиона. Ну, на фоне того, что было напечатано до этого. Спасибо за труд. Свежий код вышли. Забыл прокомментировать. Но опять же, комментирую. Ланги преобладают. Медвежьих признаков особых нету, кроме вот эфир кэша. Микро эфира. Топ. Очень приятно слушать. Техобслуживание. Беданс происходил всегда спланированно. Об этом объявлялось заранее. Тут же было именно резкое отключение. Представляете, как орали люди с позами по споту. Так как скальпингом занимаюсь, могу сказать, что сменный алгоритм также происходил во время после 15 турниров. Да, кстати, есть такое. Thank you, Mr. Gambler. Good jobs. А почему ты говоришь про M2? Смотришь тикер USM1. Все правильно поправил. Действительно, я говорил про M2, а смотрел на USM1 тикер. Короче, ошибся в тикерах. Но суть в том, что M1 без вот этого всплеска, а M2 с этим всплеском. Почему? Потому что все-таки банкам я думал, что не предоставляли, но отразилось. Но отразилось. Я ожидал, конечно, увидеть отражение вот досюда. Вот хотя бы. Я не знаю, там триллион, два. Пока что может не разместили, может открытие месяца надо подождать. Не знаю. Так, но замечание правильно. Спасибо. Слушай, как тебе фигура медвежьих граммофонов? Очень хорошо совпадает. Посмотри, пожалуйста, скажи, что думаешь. Я первый раз такое услышал, но вот фигура неплохая. Тихоанализ. Что за медвежий граммофон? Первый раз слышу. Тральбасишь? Не на рукам. Так. Страсти по иксам на рипли. Сэнкс, йоу. Приезжай в Казахстан с арматурой. Я устал. Цена обитка на завтра 28-300. Ладно, все. Лайк, подписчики, колокольчики. Нажимаем, нажимаем, прожимаем. До новых встреч. До пребудет своя прибыль. Пока.